всем привет вы на канале иринка как картинка и сегодня 24 мая 2018 года хочу пройтись по своему саду не все конечно еще сделано мы только в пути приближаемся более-менее законченности уборки после зимы вот и рис у меня в этом году не сильно балует потому что я их прошлом году очень сильно делила пополам практически зато у меня есть вот такие вот аквилики они где-то по колено но головушки все смотрят и вверх у них и так прямо стоят люблю я их по моему они называются пинки-винки так здесь я сделала композицию такую здесь у нас еще бардачок в корзинке в этом году получится не мандаринки а лимонки я надеюсь лимоны видите сажала наугад не знала какой цвет попадется либо оранжевый либо лимонный ну попались лимонные я даже этому рада потому что прошлом году были оранжевые оранжевые мандаринки ну вот так развивается шар не могу сказать что очень хорошо но так прихватились они вроде будут скизантус но пытается смотреть вверх посмотрим опустят он свои стебельки здесь у нас поселилась бак не бакопа бац базела объем и я подсадила к нему съедобный горошек начинает сходить вот здесь значит съедобный горошек это съедобная лиана называется простонародье шпина для бедных здесь у меня лобазня пистролист на начинает открываться продисканция так цветет кирия вместе с ранним лимонным лилейником подстригла я свои топиарии а верхнюю часть решила оставить чтобы она процвела видите у нее уже начинает открываться эти постараюсь снять вам в цвету в общем то верхний шарик должен процвести потом я его тоже подстригу так ну что вот мне в этом году повезло купила я вот такой долгожданным но и лук он еще не весь открылся только начинает будут такие огромные мечи вот здесь тоже когда его сажала я думал это будет высокий лучок поэтому я думал он будет выше дня прекрасно удивилась я когда это оказался именно тот лук который я давно искала хотя на картинке не было похоже на него немножко подстригла я свое стеночку еще не до конца марафет навела конечно начало положено выйти здесь верочку что уже у нас тут тут у нас цветет ирис орхидея цветковый жужжат шмели спрятались в листве здесь вот сажала просто африканская медведка все скосила сейчас все сажаю в пластиковый стакан чеки стараются кукурузу там накрываю пластиковыми кольцами но просто вообще в этом году как никогда до пион уже выгорел на солнце я его посадила и он конечно выгорает быстро но куст держит сам себя великолепно огромный уже куст стал сейчас я вам в тенечке покажу как на плане цвета были вот такие ярче здесь они уже конечно на горает но куст руками не обхватишь и его что завязалось куст огромный будем осенью мы делиться обрезаться потому что такое нам надо здесь я калину выстрекла ногу потому что хочу формировать форме деревца а здесь готовится пион мой любимый тоже макаронка я его называю потому что название обоих пионов я не знаю мне подарили их цвета вот здесь на дачах так вот здесь вот ирис открылся первый раз у меня еще маленький как бы и и вот еще один посмотрим попозже там уже кактус начинает завязываться не завязываться начинает новый выпускать отель весь композицию еще не снизить не до конца вытащила все замки свои травянка начинает цвести вон розовеньким по потоку воды я посадила гератум он вроде бы принялся весь сама я его выращивал поэтому надеюсь что в конце лета будет у меня синий поток воды розочка немка немка из мияна мияна питомника вот тоже набрала бутылочки ну что ж пойдем дальше здесь мои жители это магнолия вот магнолия приживается потихоньку и годжи ягодки годжи вот тут вот вроде ничего так зеленеет пересаженный нами осенью огромный взрослый пуст не успела снять эти козу улетела такая большая голубая коза пузыреплодник он и так-то поздно открывается но тут еще и после пересадки в общем пока вот так в таком состоянии надо отливать и к нему я подсадила желтый он ранее весной желтый сейчас уже позелене хочу чтобы они росли вместе своего рода пестрая композиция получилась вот наша пендула вот прирост дала они когда начало выпускание приростов она желтенькая сейчас уже зеленеет красавица ты моя красавица мякушка такая в этом году новое у меня растение уулярия вот она свела ранней весной и желтыми колокольчиками и вот горечаска тоже новое растение я вчера тут дергала что тут еще по подсадила я как биолки всякие вот это кстати тоже новое растение название уже не помню я его на балконе у себя выращивала на стиль понабрала цвет вот там опустилась вероничка в виде потока воды ну что же здесь я пираньки набираю конечно себя медведь крыть как точно ходы какие ходы вся горка в этих сколько я сюда вот тоненьких вот этих вот балкона растушек сажала еще у меня вот приболела моя смородинка которая нас кормила столько лет горе мы не знали вот этот стеклянница в ней поселилась и по ходу куст на выброс попробую я конечно видите не с своевременно не зачеренковала ее не при копала веточку ничего не сделала как-то понадеялась я на 8 теперь я пытаюсь конечно из боковых побегов что-то себе оставить ну не знаю получится дать им корни здесь вот лимонник поселился молоденький здесь вот фасолька взошла вьющийся здесь вот вьюные тоже ну конечно давят их взрослые растения с двух сторон и посмотрим надо бы конечно проредить их руками поднимается у меня выдергивать алису скальный которые выращивала на балконе на альпийскую горку приехал здесь вот здесь вот у меня астро альпийская надо ветку подстричь набирает бутона колокольчик пуфик здесь вот тыква и люфа ну не знаю буду ли я в этом году не особо нравится прекрасно цвета так велигия яркими красными геранька и страниц белочки и подгорает у меня все время флокс шаловидный ну вот начинают набирать опять зеленую массу а так вообще подгорает красные пушистики от прострелов здесь набирает ну во первых бордюкши кастиньяна такой сейчас на полнышко такой вот он набирает бутоны лилия мартагона она вот так начинает шишечкой а потом вот еще смотрите шишечки такие потом они начинают выгонять длинные стрелы ну и также посмотрите как чудесно выглядит клематис не могу сказать вам его название тоже был подарок а вот этот вот догоняет его этот сорт я знаю я покупала его сама называется он солидарность у него еще не все открылись бутоны когда откроется будет просто красное малиновое пятно такое ирис вот этот тут вообще конечно она смотрите орхидеи цветковые которые цветет ирис так вот сейчас у нас отцвел ирис который я вам показывала интересное у него цветение такое смотрите раз два три четыре и на его место придет вот этот ирис синего цвета ну цветут болотные ирисы на заднем плане сосна наша коника конической формы будет веточки видите у нее какие коротенькие не растут вширь здесь у нас отцвели тюльпаны скажу забыла анжелика но в этом году я хочу сказать они вообще себя не показали походу их надо выкапывать и заново сажать я их без выкопки ращу и вот здесь еще один ирис в общем этот начинает набирать цвет скорее всего этот зацветет первым а потом уже будет цвести вот этот синий потому что вот этот у меня первый год осенью я его посадила только веронику астром шикарный зацвели гвоздички вот здесь я кстати на балконе вырастила злак какой-то без названия было просто у меня кто-то мне далось цветочницы имена с названием злак вот я посадила вот сюда посмотрю что же там за злак ну принц чарльз пока бутоны не сильно набрал хотя набрал вверху май месяц а он в лунде ну вот еще у меня новость холестегия выбралась из горшка в котором она сидела как бы в замкнутом пространстве чтобы не была сорванным растением она выбралась благополучно вот посмотрите она вот она уже за вот второй вот третий с этой стороны сейчас покажу и вот она видите она уже рванула благо там лежит нетканный материал а то бы она уже заполонила все прям не знаю что ее делать осенью воду выкапывает потому что здесь она плохо цветет из-за того что я думаю что в обед здесь тень а ей нужно наверное солнце целый день вот 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 в этом клематисе птички сделали гнездо но так поползли были семейка семейка такая шумная была пугались постоянно что-то там ну почему-то бросили походу вот я их уже два дня не вижу но у нас здесь много котов ну вот и как-то тут черный кот охотился за ними боюсь что он их сожрал здесь у нас что здесь у нас из ашама гости это вот свои собранные семена сейчас скажу что ж такое с утра не могу включить мозг так сейчас скажу нет не скажу надо все может набывать ай господи каши ну ладно сама придет полу вот их надо рассадить они как кустарнички видите они уже набивают боковушки блин прям не знаю рассаживать или так оставить попробовать не знаю как мне поступить что ирис у меня расцвел новый девчонки сейчас только увиделось сейчас у нас начало седьмого утра я еще сад не обходила свой смотрите какое чудо чудо чудное диво дивное красавец удивил хозяйку свою сортовые от серафим яковлевны умница ты мой красавец есть у меня там еще ирисы которые я не видела тоже тоже будет сюрприз и тут что тут у нас птички живут ангелочка отдыхает нет у него работы поэтому спит он сладким сном здесь ревень я посадила потому что на солнце он всегда опускает листья попробовала посадить его в тень вот тоже новенький ирис вот новенький ирис видишь из крупных вот вот там дальше уже начинаем мы поплевывать жимолость а ну-ка показывайся уже мы ее кушаем набираем витамин это один сорт крупный это другой он попозже еще не набрался вот это вот с такой приятной горчинкой прям приятная горчинка а вот этот с приятной кислинкой вот не кисло а вот приятно кисло не знаю как сказать здесь два куста попозже будут сорта видите они только еще набирают свой вход здесь я в ашане купила оливку и давно их выращивала сама семянные они у меня не успевали зацветать и в этот раз увидев их в ашане уже в цветущем состоянии я решила почему бы мне их не попробовать снова белого цвета они будут срезала в них цветущие головки и вот ждем когда пасынки наберут свою силу подсадила агератум низенький который до 10 сантиметров так начинает горошек у меня в этом году весь пропал ну вот отходит что-то там как-то не знаю вот здесь вообще пустота идти так что эти вот сейчас бы они уже были давно заплетены но стоят пока треугольники пустыми набирает цвет вот вот такая жимолость вот она видите еще не одна а вот открылась одна сейчас покажу где-то где-то как тебя найти вот такая ну вообще она поярче в этом году у меня короче жимолости все заболели ржавчины я не сразу распознала поэтому видите пропали пытаюсь их заново вырастить вот она по-моему опять либо сухая либо ржавчина клубничка после того как я ее удобрила она прям подняла листву и цветет и уже ягодков у меня тут полно 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 много всего бог даст будем с клубничкой древовидный пилон мне вообще не подарили да вот в этом кувшине живет ящерка сейчас она побежала вот вот она как-то там пристроилась внутри ну да вернемся к нашему пиону вот здесь я садила еще не привалили пиончик мне дали вот мне дали много но вот этот как бы самый эксклюзивный был вот естественно самый маленький не видно не знаю как показать в общем в общем вот этот маленький конечно же не вышел а у меня комнатика уже есть большая вчера я подвязывала виноград насколько пока позволяют плети посанковала ему вот листва валяется тоже ягодки есть вот у нас тут бардачок небольшой так вот смотрите вот 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 хорошие кисти вот видите еще так и с той стороны виноград ну с ним еще работы работы полном отцветает уже сжималась брауна тоже видите как пропала она у меня вообще сожрала ее ржавчину вот она красотка но зацветает тут пеночка отцветает сломанная ветка наш тут вот она здесь у меня перезимовал пенесету ершики такие малиновые это вот зацветает у меня нет не вспомнила не вспомнила вот такими чудными иголочками трясущимися прекрасное растение минус то что сорное вот эти все иголочки стопроцентная схожесть здесь вот я все закалываю вот смотрите могу показать видите это вот ее выдергается здесь мне легко потому что нитканый материал ничего не уклиняется быстро вот вот так принцесса диана набрала бутончики смотрите вот они будем надеяться в колесах я сделала композицию как всегда гладиолусы потому что мне очень нравится как они смотрятся но в этот раз подсадила к ним львину девсу она вырастила какой-то низкий очень хвойничек тоже зачеренкованный мною года три-четыре назад из маленькой веточки вот растет здесь перчика ирина вот медведка его подкашивает вот видно прям видите нагнулся вот она его косит я его опять прижимаю вот эти лист сбрасывает всю корневую ему там съела зараза такая эти вот прихватились вроде она их не тронула здесь вот ирина такого цвета цветет вот у меня пиончики которые мне дали вот так вот выглядят древовидные а тут древовидные я вам не успела заснять вы видите одни эти засохшие цветоносы тепличка всего тут у нас сегодня будет подкормка и они огурки подкормку нужно сегодня внести обязательно что-то они мне кажется подхудели надо их покормить перчик огурки цветут все вроде цветут но хочу чтобы как-то пожирнее ножки у них были фацелия это что у нас пожалуйста медведь была фацелия шикарная да кстати вот наши посаженные череночки с единой медведкой вот третий день стоят пока как огурчики образно говоря вот один второй и вот третий третий че-то лист полег может опять она его сожрала нет так вроде сам крепенький вот алёша пополечка очень так прям попер по-русски говоря прям был маленький-маленький этот бакс уже перерастает вот этот стопудов который вернись это вы все время лази вот так ну вот по цели по цели хотела показать набрала будет таким сиреневым красиво обязательно вам покажу ладно пойдем дальше в этом ящике чемодане вернее у меня должна быть композиция так а что у нас тут за распоряжка сейчас поправим ветер вчера ураган был так здесь у нас что здесь у нас бархатцы бархатцы петунька ампельная вся запрыгнула от ветра вовнутрь сейчас мы ее повытаскиваем и агератум это потом тунбергия и еще один бью озарина 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 сейчас покажу тут вообще на нее без слез не глянешь в этом году хотя он у меня удавался в прошлые годы хочу попробовать с двух сторон сделать ампельниками чтобы они свисали вот здесь не стала делить бар агератум один вот поделила посмотрим проба пера так ну вот такая вот композиция с ржавыми вещичками которые в принципе все были на выброс у меня то есть этот ржавый такой проволоки сделано велюшка вот и отломилась у нас вот такая вот ножка потом вот у этой птички тоже это с фикс прайса бабочка была на ножке все эти вещи были в саду в разных местах вот ну как и все как бы в разных местах смотрелись очень ссорно мусорно но когда они все три ржавых приехали по тому старому цвету ржавчины сумочку чемоданчику и к тому же еще ржавым ногам от швейной машинки композиция сложилась сама собой и я этому очень рада здесь у нас здесь у нас гортензия которая хочет подкормиться и она обязательно подкормится сегодня здесь у меня папиарий из лиственницы в общем вот он так под разросся здесь будет еще один круг а вот этот пойдет вверх точку роста у меня я уже нам рассказывал точку роста у меня сшибли приезжали опрыскать сад и потоком вот этой воды сшибли точку роста теперь вот он и так себя ведет ну думаю знаете может даже и к лучшему мне сильно высокое здесь не нужно растение а вот именно буансай в пару вот к тому ну подойдем к нему ближе очень даже пригодится посмотрите сколько у нас повсходило персиков ой от косточек у нас один год был такой урожай огромный но мы уезжали на море не успели его собрать он как бы сыпался здесь и мы вот ногами затоптали и теперь через мне кажется года два прошло через года два они тут надумали вот так лесом зайти сходят даже по свайту понимаете вот я хочу сказать если растение хочет жить то оно будет жить вот мы здесь по нему ходим наступаем поэтому персиков растет растет елочки мои приросты дали из семян семян семянки мои новогодние ну пока пусть нарастает вот в этой бочке еще не покрашены хочу покрасить Олег посадил кабачки будем делать оладушки посмотрим персики тоже в этом году задались вот смотрите сейчас 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 ой не не что я снимаю не вижу из-за солнышка тут видно персики так что дальше дальше также я сделала ногу боярышнику моему колючки уже выпустил гонор показывает шипы такие смотрите какие длиннющие шипы товарищ с характером видите здесь под марлей конечно выглядит некрасиво но там мой череночник осенью я втыкала хвойнички всякие кустарнички не все выжила но два растения в двух растениях теплится жизнь поэтому стараюсь их здесь хвойник видно хотя на этом месте хочу чтобы Олег сделал мне череночник постараюсь уговорить здесь у меня не